Итоги уходящего понедельника На финише отопительного сезона в Бобруське заменят около 4 километров теплосетей По всем зонам теплоснабжения будут проводиться гидравлические испытания Когда отключат батареи Письмом древнее, ликом темное, в Туголюцу прибыла чудотворная икона Божьей Матери Табынская матушка приступилась к моему горю Какие легенды хранит в себе образ А также цифровое развитие, союзная карта и снежный апрель В Беларуси на вторник объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра Цифровизация регионов, развитие платформы электронного правительства Президент обсудил необходимое создание нового регулятора Он предусмотрен проектом соответствующего указа Документ в разработке уже 2,5 года Все аргументы, за и против, рассмотрелись председателем Национальной Академии Наук Беларуси Министром связи Задача амбициозная Улучшить не только быт, но и благосостояние белорусов за счет высокоэффективных производств Я всегда опасаюсь, чтобы мы не побежали впереди паровоза и не пошли на какие-то в угоду сегодняшнему дню, в угоду какой-то моде, не совершали какие-то шаги Вот модно сейчас, цифровизация, цифровизация Порой многие не понимают, что такое цифровизация, но тем не менее это модно Вот такой тренд, и мы не должны отстать В свое время, без всякой моды, мы создали парк высоких технологий Он свою роль сыграл и играет в настоящее время Кстати, я хочу, чтобы вы сегодня эту тему затронули и проинформировали меня Что там происходит в этом парке, насколько тенденция оттока кадров, как меня информируют Вот такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников Александр Лукашенко ориентировал докладчиков на обстоятельные разговоры и в целом по отрасли Глава государства анонсировал в скорой перспективе совещание с резидентами ПВТ и принятие ряда решений Огненное бедствие В пятницу на Ванцете погиб пенсионер Пожар случился около полуночи в двухквартирном доме В этот же день ЧП произошло в санатории имени Ленина Здесь загорелось помещение сауны О причинах и следствии Карина Гуревич Елена Богатова кажется до сих пор в шоке События прошедшей пятницы надолго отпечатались в ее памяти Женщина смотрела телевизор и уже собиралась ложиться спать Как вдруг в комнату забежали взволнованные внуки Внимание мальчиков привлек свет за окном Илья кричит, бабушка, посмотри, пожар, вызывай пожар У меня трясло, и давление подскочило, и все Пока не выпила таблеток, я не успокоилась Очень страшно было, очень страшно Дом на Ванцете вспыхнул около полуночи Соседи буквально оборвали телефоны спасателей Они же и сообщили, внутри может быть человек Опасения подтвердились В одной из комнат сотрудники МЧС обнаружили мужчину без признаков жизни Погибший, как известно, жил один Непотушенная сигарета или неисправная электропроводка В причинах разбираются специалисты От крыши остался лишь обгоревший каркас Почти полностью расплавилась и отделка На земле черное месиво из вещей Которые еще совсем недавно были частью уютного дома В тот же день спасатели ликвидировали еще один пожар Около пяти вечера загорелась водогрязевая лечебница Санатория имени Ленина От жертвы берегла вовремя сработавшая пожарная сигнализация Персонал и отдыхающие вышли самостоятельно Наблюдался выход дыма из окон помещений, сауны Создалось плотное задымление Спасатели моментально ликвидировали данное возгорание В результате которого повреждено некоторое имущество Обуглены стены Пострадавших, к счастью, нет Причина пожара выясняется 34 пожара с начала года и 6 погибших Это цифры только по Бавруйску В масштабах страны уже произошло почти 1900 ЧП Пламя унесло жизни больше 250 человек Среди них два ребенка Тот самый случай, когда огонь ошибок не прощает Карина Гуревич, Станислав Чичерин Бавруйск, 360 Новый штамм, природная экосистема и профессиональный оператор В стране в этом году примут правила эксплуатации дронов С чем это связано? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси начал циркулировать стелсомикрон Пока увеличение заболеваемости он не дал Как отмечают в Минздраве, заразность у него такая же, как и у предшественника Болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести Но есть и сходство с первыми штаммами Симптомы – потеря обоняния, першение в горле и головная боль В стране в этом году примут правила эксплуатации дронов Требования к полетам установит Минтранспорта и коммуникации По инициативе Генпрокуратуры Нарушения порядка использования воздушного пространства Допускаются систематически Это происходит из-за незнания или игнорирования закона В Беларуси с начала года в природных экосистемах Произошло около 4 тысяч пожаров Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2021-го Такое количество возгораний сухой растительности Связано с меньшей влажностью почвы Повлияла также ранняя и теплая весна Жители частного сектора во время уборки своих территорий Активно сжигали листву и мусор Банки работают над расширением перечня операций По карточкам БелкартМир Этот проект по межсистемной интеграции Платежных систем Беларуси и России Был реализован два года назад В итоге появилась возможность взаимного приема К обслуживанию кредиток на территории союзного государства В республике в ближайшие дни ожидается дождь и мокрый снег На дорогах местами гололедица На понедельник и вторник объявлен оранжевый уровень опасности Из-за сильного ветра Порывы будут достигать 27 метров в секунду Днем от 2 до 11 со знаком плюс Ночью до минус 8 К концу недели снова похолодает Бавруйские тепловые сети приступили к подготовке И проведению ремонтной кампании Первые конструируют магистраль по Гоголе От социалистической до центра занятости Общая протяженность 443 метра Окончание намечено на август На апрель также запланированы работы по 50 лет в ЛКСМ В районе домов 58, 60 и 66 А также детского сада номер 18 Завершение в июле Самой протяженной станет реконструкция трубопровода по Спартаковской От Минской до Володарского По всем зонам теплостабжения будут проводиться гидравлические испытания В период которых возможно также выявление повреждений Которое будет ремонтироваться в тот период, когда будут отключаться данные тепловые сети Если при проведении гидравлических испытаний будут появляться какие-то промоины Выход воды на поверхность Просьба сообщать диспетчеру диспетчерской службы По номеру телефона 78 83 52 Всего Бобруйска заменит около 4 километров теплосетей В ожидании также Чингарская От Красноармейской до Володарского Плюс бульвар молодежный Кроме реконструкции будет производиться и текущий ремонт трубопроводов В надежде на чудо В ту улицу прибыла чудотворная икона Табынская В России этот образ Божией Матери называют самым загадочным Лик знаменит таинственные истории появления Необычным внешним видом и обилием сотворенных чудес А еще трагической судьбой Продолжить тему Ольга Васенда Ольга Кравченко преклоняется перед ликом Богоматери Просит только об одном Чтобы ее сын мог ходить и жить обычной жизнью У 9-летнего Антона с рождения ДЦП После трехдневной молитвы у чудотворной иконы Женщина заметила изменения Появилась надежда А теперь, покажи ручку Вот она Можно сказать, что чудо Да, чудо, да, чудо Слава Богу Я же в Табынской матушке приступила к моему горю И услышала нашу молитву, просьбу Теперь мы потихонечку, потихонечку Слава Богу, с Божьей помощью Начинаем ходить То есть он ложку сам тоже не брал Начал ложечку потихонечку брать Табынская икона прибыла в храм преподобного Сергия Радонежского с Уралом Загадочный образ, именно так его называют, написан в 12 веке Главная особенность – темные лики Богородицы и младенца Иисуса Существует легенда, что ясно их могут видеть только достойные Оригинал давно утерян, однако копия тоже считается чудотворной Когда привезли икону, у меня было хорошее настроение Я себя прекрасно чувствовал А вечером, после ужина, у меня разболелся Бог Как выяснилось, это выходил маленький камушек Я стал молиться иконе Божьей Матери Как вы знаете, это такая болезнь, что не сразу там проходит Но у меня вот камушек как-то быстро вышел И я получил исцеление Я думаю, что мне тоже помогла Божья Матерь Образ путешествует по всему миру уже 12 лет Только в России с ним объездили свыше 70 регионов Согласно преданию, эта икона – одна из 36, которые явились на Руси за последнюю тысячу лет Беларуси – лик с весны прошлого года Головы перед ним преклонили больше миллиона человек Мы участвовали в Всебелорусском крестном ходе, который был посвящен 800-летию благоверного князя Александра Невского Прошли с Витебска до Турова более 600 километров Пронесли икону на руках Обращаться к святыне, говорят, можно в любых нуждах Главное – делать это искренне, от всего сердца В Туголец она пробудет до 5 апреля включительно Посмотреть на икону можно с 9 утра до 8 вечера Дальнейший пункт следования пока неизвестен Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Взмах палочки на сцене театра драмы и комедии прошел концерт «Сторона оркестре» Здесь выступили учащиеся детской школы искусств имени Текотского В основу программы легли произведения классиков – Шуберта, Сверидова, Штрауса Исполнили коллективы и современные хиты Например, саундтрек из фильма «Пираты Карибского моря» Ну, оркестровые такие концерты мы каждый год стараемся проводить Чтобы и детям был повод выучить партии и это все показать своим родителям А также, может быть, мелье масштабного у нас очень часто проходят концерты Концерт длился полтора часа За это время зрители услышали три оркестра – русский народный, цимбальный и симфонический Звучали в этот вечер и вокальные композиции Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Счастливо!